всем привет вот и новый выпуск в гостях у тайны существует множество около музыкальных легенд имеющих под собой основания например что курт кобейн не покончил с собой но был убит или что элвис пресли жив но пожалуй ни одна легенда не поддерживалась на протяжении столь долгого времени как мрачное представление о том что пол маккартни погиб в 1966 году а затем вместо него в состав битлз ввели двойника сделав его более похожим на пола чередой пластических операций легенду эту начали творить и поддерживать возможно сами битлз посредством своего творчества конспирологи утверждают что битлз зашифровывали в обложке альбомов и в тексты песен намеки на то что маккартни погиб и как именно погиб разобраться в этом нелегко поскольку приверженцы версии что маккартни мертв готовы в каждой строчке песни видеть шифр а в каждой обложке намек они давно изобрели для современного пола прозвища фолл то есть фоллс пол фальшивый пол попробуем упорядочить все заслуживающие упоминания сведений об этом в 1969 году по миру поползли слухи что вместо маккартни действует его двойник а настоящий пол погиб впервые публично это прозвучало на детройтском радио wknr fm когда в студию диджею раз логику позвонил некий том и сообщил настоящий маккартни умер в 1966 году том поведал также что обложка альбома и биро от символично и изображает похоронную процессию как видим пол на этом снимке единственный кто идет босиком как покойник морге том также сообщил что beatles оставляют намеки на смерть пола и другими способами в своем творчестве после этого прямого эфира на детройтском радио слухи о смерти маккартни усилились многократно журнал life снарядил своих журналистов шотландию для встречи с полом пол в то время отдыхал от внутри битловских распри на своей ферме и журналистов встретил естественным образом окатил фотографа водой из ведра впрочем затем он сменил гнев на милость и дал журналу интервью которая вышла в номере за 7 ноября купна с интервью была напечатана и статья раскрывающая ряд тех самых намеков на смерть пола которые конспирологи усмотрели в творчестве beatles были даны следующие ключики вот на обложке magical mystery tour пол одет в костюм моржа якобы символ смерти в интервью пол опровергает это говоря что моржом одет леннон но моржом был пол вот леннон стоит справа в зеленой шапочке и более чем узнаваемых круглых очках на фотографии внутри альбома пол сидит военной форме под знаком с надписью i was я был в самом конце песни strawberry field леннон произносит ай бэрид пол я похоронил пола проверим да это предложение отчетливо слышится на третьей минуте пятьдесят седьмой секунде следующий ключик намек на смерть пола на обложке альбома sergeant pepper пол имеет на рукаве нашивку а у педи что на лондонском полицейском жаргоне означает officially pronounced dead официально объявлен мертвым сам пол в интервью журналу life опровергает это говоря что это нашивка канадского а у педи антарио пулись департмент то есть антарийского полицейского отдела истинно где-то рядом нашивка на деле гласит не а у педи а у пи пи антарио провинчал полис и она была якобы подарена леннону через день после концерта битлз состоявшегося 17 августа 66 года в торонто и мол битлз ехали в аэропорт на полицейском микроавтобусе и нашивку подарил студент который летом подрабатывал полицейском гараже и позже нашивка попала к полу непонятно лишь зачем ее было нашивать на рукав и как нашивка уцелела не было попросту выкинуто но есть и другая версия родственники канадского полицейского рэнди пеппера рассказывали что полицейский из антарио рэнди пеппер подарил эту нашивку лично полу маккартни какой из версий верить то ли потомкам этого рэнди пеппера то ли вот версии про безымянного студента непонятно может быть и так и другая версия ошибочно но я шел нужным их изложить но продолжим знакомиться с тем какие намеки перечислял журнал life на обложке альбома сержант пеппер над головой пола поднята чья-то раскрытая рука якобы восточный знак смерти на том же альбоме задняя обложка все битлы стоят лицами камере один только пол повернулся к нам спиной и не видно его лицо в белом альбоме есть композиция revolution number nine в ней голос повторяет number nine number nine а у маккартни имя состоит из девяти букв но это не так уж было бы важно если бы если этот кусочек не проигрывать в реверсе а если его проигрывать то якобы слышится turn on me dead man turn on me dead man проверим перевернем самое начало этой песни вот что получается а 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 да отчетливо слышится turn on me dead man следующий конспирологический ключик миф такой гласит что если ту же песню проиграть всю в реверсе то слышны звуки автомобильной аварии взрыв взрыв пламя и плачущий возглас get me out get me out выпустите меня проверим в реверсе примерно с 5 минуты 24 секунд начинается такое плачущий голос произносит get me out me out и далее снова повторяется вот это вот turn on me а а и и и и и и и На том же альбоме, на второй стороне, сразу после песни I'm so tired, идёт некое бормотание. Если пустить его в реверсе, то Леннон говорит, Paul is dead. Miss him, miss him, miss him. Проверим. Is dead слышится. Miss him тоже, а вот имя Paul не слышится. Во всяком случае, я его не слышу. Статья в лайфе подстегнула фанатов к поиску новых ключей, новых намёков. И не совсем понятно как, но у конспирологов возникла предыстория, гласящая следующее. Пол Маккартни погиб в автомобильной катастрофе в 5 утра 9 ноября 1966 года. Якобы он повздорил на записи альбома, сел на свою машину Остин Хилли и уехал. Либо просто ехал к друзьям на машине. Подобрал попутчицу. Та попыталась его обнять. Пол не смог рулить, машина потеряла управление и врезалось в придорожное каменное ограждение. При этом голова Пола оказалась столь повреждена, что тело нельзя было опознать по отпечаткам зубов, оставшимся у донтистов. Чтобы Битлз как коммерческий проект продолжал существовать, звукозаписывающая компания решила скрыть смерть Пола и подыскала ему замену внешне похожего на него актёра Уильяма Кэмпбелла, которому сделали затем несколько пластических операций, дабы придать ему большее сходство с настоящей Маккартни. В то же время Битлз перестали, кстати, выступать вживую, а перешли на студийную работу. Конспирологи говорят, что на роль нового Пола якобы выбрали актёра по имени Уильям Ширс Кэмпбелл, а точнее Уильям Кэмпбелл, известный также как Билли Ширс. Он, согласно мифу, был победителем на конкурсе двойников Маккартни в 1966 году. Само имя Билли Ширса широко известно в творчестве Битлз по альбому Сержант Пеппер, где Ринго Стар от лица Билли Ширса объявляет вторую песню. Этот Билли Ширс был выдуманным лидером, выдуманной же в рамках альбома группы Сержант Пеппер с Lonely Hearts Club Band. Билли Ширс появляется также в Yellow Submarine, но там его озвучивает Джон Леннон. И вот Билли Ширса конспирологи и считают нынешним Полом Маккартни, величая его не Полом, а Фолом. Что же думать? Какие еще намеки на смерть Пола можно усмотреть в творчестве Битлз? И действительно ли это намеки, а не случайности? Кто ищет, тот всегда найдет. Возьмемся, конечно же, за альбом 1967 года Сержант Пеппер, за его обложку. Над обложкой работал Питер Блейк при помощи фотографа Майкла Купера. Съемка велась вечером 30 марта 1967 года и длилась 3 часа. Для составления композиции были использованы картонные, восковые фигуры и сами живые участники группы Битлз. Внизу композиции как бы свежезасыпанная могила, где красными цветами выложено слово Битлз и желтыми гиацинтами изображена гитара. Участники группы Битлз представлены на обложке дважды, в виде группы похоронного оркестра, причем лица их омоложены, и в виде более зрелых, современных альбомов участников выдуманной группы. Сержант Пепперс Лонли Хартс Клаббенд. Далее, если поднести к нижней половине бас-бочки, барабана, зеркало, то можно прочитать следующую фразу. Ай, ван, далее идет римская девять, хи, дай, в чем конспирологи усматривают дату смерти. Вот это вот первое ай, это тоже единичка, как бы получается единичка, потом ван еще одна единичка, получается одиннадцать, потом идет девять, а потом идет указание. Причем между хи и дай есть стрелка, которая указывает вроде бы на самого пола. Следующий ключик. Рука над головой пола. А ведь и в Йеллоу Сабмарин почти то же самое. Ленон поднял руку над головой пола. А поглядим на эту странную обложку американского альбома The Beatles' Yesterday and Today. Это их сборник, выпущенный 20 июня 1966 года, а записанный с осени 1965 по весну 1966. Все поступившие в магазины альбомы, 750 тысяч копий, были отозваны звукозаписывающей компанией Capital Records. И поверх этой обложки была наклеена совсем другая, вот такая, приличная, что обошлось Capital в 250 тысяч долларов. И фанаты потом отклеивали новую обложку и видели эту. Однако, что послужило причиной ее создания? Фотография была сделана 25 марта 1966 года в студии Боба Уайтекера в Лондоне. Вот еще снимки с этой же фотосессии. Напомню, что по мнению некоторых конспирологов, Маккартни погиб 9 ноября 1966 года. А снимок сделан 25 марта. Так что или Пол настоящий, или он погиб не 9 ноября. Итоговым же, позже заклеенным, был снимок, где Пол сидит в середине, к нему прислонены две обезглавленные куклы, а сам он держит руку на оторванной голове куклы. И все это на фоне мяса, как бы намекающего на страшную автокатастрофу. Да, Битлз изображали мясников. Для справки, вегетарианцем Маккартни стал в 1975 году. Некоторые конспирологические ключи к смерти Пола непонятно, как трактовать. Например, в песне Tomorrow Never Knows из альбома Revolver 1966 года в конце есть строки, которые обычно пишут как Но прикол в том, что там не слышно so play, а слышно пол play, что переводится следующим образом. Пол играет игру в существование до конца начала, начало. Вместо так играй игру в существование до конца начала, начало. Это довольно шаткий ключик, потому что певцы часто поют невразумительно, а иногда ошибочно. И слова можно трактовать и так, и эдак, учитывая еще и довольно мутный текст песни. А вот явно ошибочный ключик. В тексте песни Day in the Life есть слова Он выплеснул свои мозги из машины, он не заметил, что огни на светофоре изменились. Конспирологи отнесли это к Полу, а на деле они посвящены Тарри Брауни, разбившемуся на спортивном автомобиле Lotus при скорости 120 миль в час на Челси-стрит. Конспирологи выискивают мельчайшие намеки на смерть Пола, и я не разделяю их рвение. Большей частью текстовые зацепки весьма надуманы, кроме очевидных, вроде «я похоронил Пола». Но все же просматривается закономерность, как в оформлении альбомов, так и в песнях. И эта закономерность связана с Полом Маккартни. В изображениях его образ обособливается от образа других участников группы. В сравнении головы Пола по фотографиям, так сказать, до и после предполагаемой смерти полно в сети, и выводы конспирологов меня не убеждают. В том, что пол Маккартни – это именно исходный пол, более всего убеждает книга Пола Льюисона «The Beatles Recording Sessions», где при помощи звукорежиссерских заметок и интервью с Маккартни восстанавливается процесс звукозаписи песен «Битлз». Только непрерывно живущий Маккартни может знать в таких подробностях процесс звукозаписи «Битлз» в альбомах, по времени относящихся до предполагаемой смерти Пола. Но вот что-то такое крутится с этими намеками на смерть, кроме массового безумия. Однако что? Желание подстегнуть продажи альбомов? Во время появления слухов о смерти Пола эти продажи были на высоте, а «Битлз» находились на пике своей популярности. Что же тогда? В гостях у тайны.